Привет, друзья! Екатерина Климова – российская актриса театра и кино, которая известна и как исполнительница романцев. Актрису называют олицетворением весны. Кажется, что время и обстоятельства не властны над ней. Она остается любимицей публики, при этом ни один образ не привязался к ней. Екатерина признается, что рада, когда ее фильмы помогают зрителям менять жизнь в лучшую сторону. При первом взгляде на Екатерину никогда не скажешь, что это хрупкая и беззащитная девушка, мать четверых детей. Любительница миллионов зрителей призналась в собственном недостатке – она страшная транжира и ей не хватает денег. Так сколько же зарабатывает Катя и на что ей хватило денежных средств? Но для начала подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Екатерина Климова и сколько она зарабатывает. Родилась Екатерина в Москве 24 января 1978 года в семье домохозяйки Светланы Владимировны и свободного художника Александра. В детстве Катя не была примерной ученицей. Точные науки для нее оказались тьмой, поэтому сдавать экзамены приходилось хитро. Климова умудрялась подкупать учителей шоколадками, цветами, а где-то просто добрым словом. В коллективе девушка была более чем приветливой. Во время поездок в лагерь вместе с классом Катя начала выступать в театральных постановках. С тех пор и зародилась мечта о большой сцене. После школы мечта начала постепенно осуществляться, когда Климова поступила в Щепкинское училище, которое окончила в 1999 году с красным дипломом. Актриса вспоминала в интервью, что тогда ощутила себя в родной среде. После учебы в Щепкинском училище Екатерина Климова отправилась в Театр Российской армии, где сразу сыграла Дездемону в спектакле «Отелло». Кроме того, знаменитость преподавала сценическую речь и актерское мастерство в детском модельном агентстве, работала в рекламе на радио и телевидении. Тембр голоса Екатерины ценят многие композиторы и постановщики, поэтому песни в исполнении Климовой звучат во многих кинолентах и мюзиклах. Первой ролью Екатерины Климовой в кино в 2001 году стала Жанна де Альбре в фильме «Яды» или «Всемирная история отравлений» режиссера Карена Шахназарова. Творческая биография Екатерины Климовой пережила небывалый скачок после выхода сериала «Бедная Настя». Безусловный успех исторической теленовеллы, которая транслировалась в 34 странах мира, повлек за собой ряд предложений и известные проекты. И в мае 2017 года состоялась премьера телесериала «По законам военного времени», где Екатерина исполнила главную женскую роль следователя Днепропетровского «Угро» Светланы Елагиной. Коллегами по съемочной площадке Климовой стали Евгений Волоненко, Максим Дрозд, Игорь Петрусенко, Александр Панкратов, Черный и другие. В том же году зрители увидели звезду в новогоднем фильме «Елки новые». Климова исполнила роль телеведущей Ксении Ласточкиной. В начале апреля 2018 года начались съемки последнего сезона сериала «Молодежки». Актриса присоединилась к актерскому составу в роли спортивного директора «Медведей» Виктории Каштановой. Екатерина Климова всегда привлекала внимание представителей противоположного пола. Еще со школьного возраста ее сердце было не свободно. Молодым человеком, а впоследствии первым мужем Катя, стал Илья Хорошилов. Парень учился в той же школе, что и будущая актриса. В 2002 году у супругов родилась дочь Елизавета. Отношения между Катей и Ильей продлились 12 лет. Пара не сумела сохранить семью. В жизни Екатерины появился новый избранник. Когда Климову задействовали в съемках сериала «Московские окна», она играла на одной площадке с Игорем Петренко. Молодые люди познакомились еще в училище. Катя была старше коллеги на год. По сценарию героев Климова и Петренко завязался серьезный роман, который закончился свадьбой. В жизни случалось то же самое. Климова и Петренко, играя любовь в кадре, влюбились друг в друга. Но после окончания съема каждый вернулся к своим вторым половинкам. Они боялись возникших чувств, будучи обязанными близким и семье. Спустя год все перевернулось. Игорь никак не мог выбросить из головы Екатерину и в итоге позвонил. В тот момент отношения с супругом у актрисы стали рушиться. Когда в телефонной трубке Екатерина услышала голос Петренко, поняла, что без этого мужчина больше не сможет жить. Через месяц пара съехалась, а вскоре Климова и Петренко поженились. В браке супруги родили двух прекрасных сыновей – Корнея Матвея. Этот союз продлился 10 лет, а в 2014 году, словно гром среди ясного неба, прогремела новость. Екатерина Климова и Игорь Петренко официально оформили развод. Фактически, семья распалась еще летом 2013 года. Некоторые издания утверждали, что причиной стал мимолетный роман Кати. Позже в интервью знаменитость попросила прощения у тех, кто верил в их с Игорем Любовь и брал с них пример. Петренко в беседе с журналистом возложил большую часть ответственности за развод на себя. Еще мужчина выразил мнение, что лучше Екатерины нет жены и матери. Некоторое время Екатерине удалось скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Однако в прессу все равно проникли слухи о романе актрисы с Гелой Месхим, который младше ее на 8 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Волчье сердце» во Львове. Сначала Екатерина не обратила внимания на высокого парня, а вот Гела влюбился сразу. Месхий не раз утверждал, что утонул в зеленых глазах будущей супруги. Более того, произошел случай, когда актер специально плохо играл сцену с поцелуем, чтобы режиссер требовал переснять дубль. Молодой человек прекрасно ухаживал, и Екатерина сдалась. Влюбленные отказались комментировать взаимоотношения, однако в июне 15-го года СМИ сообщили, что Екатерина Климова и Гела Месхий поженились. На тот момент актриса уже была беременна четвертым ребенком. 2 октября 2015 года на свет появилась дочь Белла. Интересно, что в 16-м году Екатерина Климова, Гела Месхий и Игорь Петренко снимались вместе в криминальном сериале под названием «Черная кошка». Игорь исполнил роль капитана милиции, а Гела главаря банды. Екатерине досталась роль бывшей жены майора Шейна. В 19-м году отношения Месхий и Климовой подошли к финалу. В мае актриса официально подала на развод в Камовнический суд столицы. Причину расставания Екатерина назвала эмоциональное выгорание на работе. После развода с Гелой Екатерина особенно много времени проводила с мамой. Они даже съездили на святую землю, исполнив давнюю мамину мечту. Мама актрисы помогает Кате в воспитании четырех детей. Былый Корнея Матвея Елизаветы. Несколько лет назад актриса купила участок площадью в 15 соток и недостроенный дом в поселке Павлова на Новорижском шоссе. «Я покупала дом, а потом достраивала его, поэтому получилось гораздо дороже, чем рассчитывала». Рассказывала она в программе «Звезды сошлись». Екатерине Климовой пришлось вникать во все нюансы, зато разбираться в строительстве она в итоге стала не хуже любого прораба. Сейчас она, мама и дети живут вместе в двухэтажном загородном особняке площадью 250 квадратных метров. Отделкой интерьера Екатерина Климова занималась сама и проявила себя как великолепный дизайнер. В новый дом семья актрисы въехала весной 2020 года, незадолго до пандемии. На первом этаже расположена большая гостиная с мягкой и каминной зоной, обеденная и кухня. К дому пристроена закрытая терраса, на которой расположена летняя кухня и обеденная зона. Здесь также находится оборудованное место для барбекю. На участке растет множество разнообразных деревьев, все дорожки выложены камнем. По данным ЦИАН, дом в поселке Павлова стоит от 20 миллионов рублей. На Кутузовском проспекте у актрисы есть просторная квартира. Несколько лет назад в ней была сделана полная перепланировка и присоединен чердак. На первом этаже находится просторная гостиная, совмещенная со столовой, небольшая кухня, спальня и кабинет. В гостиной много антикварной мебели из натурального дерева, стоят вазы, статуэтки и даже нашлось место для небольшого пианино. На второй этаж ведет мраморная лестница с коваными перилами. С появлением третьего ребенка, а затем и четвертого, было решено наверху сделать детские. По данным ЦИАН, многокомнатные апартаменты на Кутузовском проспекте стоят от 42 до 170 миллионов рублей. Екатерина Климова зарабатывает порядка 350 тысяч рублей за один съемочный день. Но сумма варьируется, и надо отметить, что съемки бывают не каждый день, а наоборот, актриса может оставаться без работы длительное время. В такие дни Екатерина проводит время в загородном доме с детьми, облагораживая свой участок и активно занимается спортом. Подписчики Инстаграма актрисы, а их на момент выхода этого ролика 1 миллион 200 тысяч, заметили, что в последние месяцы на ее страничке стало гораздо больше рекламы. Екатерина рекламирует различные косметические средства и средства по уходу за волосами, витаминные комплексы и другие товары. Съемкам в рекламе актриса привлекает и детей, они часто мелькают в ее коммерческих публикациях. Очевидно, что таким образом Екатерина пытается пополнить семейный бюджет и свести концы с концами. По оценкам специалистов, один рекламный пост на странице Климовой может стоить от 200 тысяч рублей. В месяц Екатерина делает до 8 рекламных постов. Итак, с Инстаграм Екатерина в месяц зарабатывает не менее 1 миллиона 600 тысяч рублей. Друзья, давайте пожелаем Екатерине огромного счастья, взаимной любви, крепчайшего здоровья и, конечно же, достатка в доме. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях, переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и до скорых встреч! Пока!